Давненько что-то я не рассказывал ничего про Zoom. И сегодня расскажу, как создавать и проводить здесь опросы. Функция достаточно простая и весьма полезная, если у вас Zoom на 15-20 и более человек. С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Запустить опрос несложно, нужно просто нажать на кнопку опрос. Тут он предлагает выбрать из заранее подготовленных опросов, их необязательно готовить заблаговременно, можно сделать сразу же, нажав, например, на кнопку Создать. Тут заголовок опроса, по которому вы будете выбирать его из списка, то есть это для вас. И собственно сам вопрос. Это уже для респондентов, а значит максимально понятно. Работаем ли мы в субботу? Первый вариант – да, второй – нет, и третий – работаем и в воскресенье тоже. Тут можно выбрать два варианта – либо один ответ, либо несколько. И из настроек есть только возможность разрешить участникам голосовать анонимно. Вопрос серьезный, поэтому разрешим анонимность. Опрос создан, но еще не запущен. Принять участие в опросе никто пока не сможет. Возвращаемся в Zoom – опросы, выбираем тот, который только что создали и запускаем. Все, опрос пошел. Теперь у всех участников на экране появится окно с призывом принять участие в опросе. А у вас будет отображаться, сколько человек уже проголосовали. Сами вы проголосовать не можете. Когда вы поймете, что результатов достаточно, завершаете опрос. А также после завершения можно поделиться результатами. Окно с результатами также появится у всех участников на экране. Заканчиваем делиться результатами и идем смотреть, не сохранил ли он их в систему. Проще нажать на создать опрос, чем искать на сайте Zoom. Это отменяем. Да. А вот опрос, который мы провели. Написано, что он завершен. Написано, когда он был завершен. И вот здесь неприметная кнопка с результатами. Если опросы серьезные, а количество людей большое – вполне себе статистика. Ну и за одну сессию можно проводить больше одного опроса. Просто вот здесь нужно выбрать другой опрос из тех, что еще не были запущены. Опросы можно как создавать заново, так и редактировать. Это удобно, например, если вы часто прибегаете к каким-то стандартным опросам. Тогда можно создать один референсный, а потом копировать его и немного менять, если на то есть необходимость. Причем именно в такой последовательности создать копию, подредактировать и запускать. Поскольку если вы скопируете уже завершенный опрос, у него скинутся результаты. Поэтому именно так. Сделали референс, скопировали его, как-то назвали и запускаете. Потом, если надо, скопировали еще раз референсный файл, переназвали, запустили. Ну и так далее. Вообще Zoom, конечно, проприетарное ПО и есть у него аналоги с возможностью размещения на собственном сервере, BigBlueButton или Jitsi, ссылки на скринкасты в описании. Но в чем ему не откажешь, так это в постоянном развитии и совершенствовании. Все любите друг друга, теперь это просто жизненно необходимо и помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я, Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok